Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу очень простой рецепт овощной икры на зиму. Это очень выгодный рецепт. Для такой икры пригодятся даже мелкие овощи, которые вы не знаете, куда приспособить. Для данной икры необходим абсолютно любой набор овощей. Все, что у вас есть. Я для этой икры приготовила кабачки. Буду использовать всю мелкую, какую-то корявенькую морковку. Крупную репу я убрала на хранение, а вот такие мелкие корнеплоды я буду использовать для овощной икры. Маленькие плоды сладкого перца, какие-то, может быть, мелкие помидорчики, лучок. Вот такой крупный лук я отобрала на длительное хранение, а вот такой мелковатый лук я буду использовать для икры. Так, что у меня еще? Ну, в общем, вот в основном мой наборчик. То есть лучок, перчик, помидоры, баклажаны. Крупные я пустила на другие заготовки, а вот все вот эти кривые, мелкие баклажаны мне как раз для этой икры и пригодятся. Морковочка, кабачки. Значит, вы можете в эту икру еще добавить, ну, допустим, сельдерей, корневой, даже черешковый. Кто любит чеснок, можете добавить чеснок. В общем, количество овощей произвольное. Я специально не стала для видео подбирать какие-то красивую морковь, красивые помидоры, перцы. В том-то и смысл, что для приготовления этой икры можно использовать как раз все вот эти вот мелкие овощи, которые действительно вы не знаете, куда деть, куда пристроить. Итак, я порезала произвольными вот такими крупными кусками все овощи. Овощей у меня около трех килограмм. И сейчас я буду добавлять к этим овощам все остальные ингредиенты. Сахар, соль, масло и различные специи по вашему вкусу. На один килограмм понадобится три столовые ложки растительного масла. Выливаем. Дальше на один килограмм порезанных овощей одна столовая ложка сахарного песка. Ну, так как у меня три килограмма, я взяла три столовые ложки сахарного песка. Соль нужно добавлять по вкусу. Я добавлю небольшую щепотку соли. Вкус овощной икры мы с вами на конечном этапе потом еще откорректируем. Различные специи сюда можно добавить. У меня есть вот такие три перца, молотая смесь. Тоже совсем немного. Я перемешала все нарезанные овощи со специями. И сейчас нам нужно переложить эти овощи в рукав для запекания. Чем же мне нравится этот рецепт? Он настолько простой и выгодный, что сюда вы просто можете добавить все, что захотите из овощей. Можно даже немного яблочка сюда добавить. Тыквы можно сюда добавить. Ну, что угодно буквально. И так как мы будем запекать в духовке, вот в таком рукаве, то нам не нужно стоять возле плиты и постоянно помешивать эту овощную массу. Трудозатраты при приготовлении такой овощной массы минимальны. Вот столько у меня получилось овощей. Сейчас нужно проткнуть зубочисткой этот рукав буквально в нескольких местах для выхода пара. Можно ножом сделать проколы или вилочкой аккуратненько. И сейчас я поставлю овощи в духовку при температуре 180 градусов примерно на час-час двадцать. Хорошо кипят овощи. Прошло уже час двадцать. Пора вытаскивать. Ой, какой аромат! Смотрите, сколько сока образовалось. Выливать мы его не будем. Я солью сок вот в такую мисочку. Он нам еще может понадобиться. У меня получилась полная кастрюлька запеченных овощей. Аромат, конечно, стоит на всю кухню. И вот это образовавшийся сок. Куда можно применить этот сок? Ну, во-первых, этот сок мы можем использовать для приготовления каких-то соусов или подливки. Или при тушении мяса использовать. Или даже можно заморозить формочки для льда. И потом вот такие овощные замороженные кубики применять при приготовлении каких-то, может быть, овощных супов или вторых блюд. А сейчас с помощью погружного блендера я буду измельчать эти овощи. После измельчения овощей мы ставим кастрюльку на очень слабый медленный огонь. Массу проварите на очень медленном огне примерно 20 минут. И постоянно помешивайте. В это время попробуйте овощную массу и добавьте при необходимости сахар, соль, перчик или свои любимые специи. Через 20 минут после медленного кипения мы добавляем сюда немного уксуса. Если вы будете эту массу закрывать в банке на зиму. 9% уксуса нужно примерно 1,5 столовые ложки. Вот на такую кастрюльку. Я же добавляю уксусную эссенцию. Буквально пол чайной ложечки. Еще раз перемешиваем. И пока масса горячая, разливаем в стерильные банки. Закрываем крышками. Переворачиваем кверху дном. Укрываем теплым полотенчиком. И оставляем на сутки. Овощная икра получается у всех разная по вкусу. Потому что используются разные овощи в разных пропорциях. Если вы хотите, чтобы овощная масса была более яркая, более оранжевая. Добавьте побольше моркови. И добавьте вместо помидоров томатную пасту. Икра получается очень вкусная. Особенно если намазать ее на хлебушек. Кстати, если вас не устраивает консистенция, можете разбавить ее соком, который образовался у нас при запекании в духовке. Но я разбавлять не буду. Вот такая густота меня вполне устраивает. Вливаем массу до самого горлышка. И закрываем крышкой. Такой вариант идеально подходит для тех, кто не любит стоять у плиты, постоянно помешивать, боясь, что овощи пригорят. Все просто. Помыли, порезали, поставили в духовку и занимаетесь своими делами. В отсутствие духовки такую икру можно приготовить в мультиварке. Хранить в подвале или в холодильнике. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok